Приветствую всех на канале Аскорпион ТВ. Сегодня в обзоре монета 2 копейки 1762 года с вензель императрицы Елизаветы Петровны, которая правила до 25 декабря 1761 года по новому стилю это 5 января 1762 года. Очеканил эту монету ее племянник и следующий император Петр Третий Федорович при рождении Карл Петер Уйрих. Я расскажу немного о истории чеканки этой монеты и ее стоимость на данный момент. Начну с характеристик монеты. Монета чеканилась из меди по 16 рублевой стопе. Соответственно масса 20,48 грамма, диаметр 31 миллиметр, тираж 4 миллиона 900 тысяч штук. Гурт здесь сетчатый. На версии монеты изображен святой Георгий Победоносец, поражающий копьем змея. Ниже на ленте надпись 2 копейки. Обратите внимание, данный элемент, он разделен точкой, при этом этот элемент еще называют как бандероль. На реверсе в центре вензель Елизаветы, состоящий из двух латинских букв Е и П Елизавета Петровна. Вверху императорская корона. По двум сторонам вензеля находится год чеканки. Здесь 1762 год. Слива до края лавровая ветра, справа пальмовая. Снизу они перевязаны лентой. Монета чеканилась данного типа на протяжении уже 5 лет, то есть 1757 года. Обратите внимание, я держу данную монету. И до 61 года имела две разновидности. То есть с нижней бандеролью, видите, да, 2 копейки, и с верхней бандеролью. В данном случае, вот у меня есть такой вариант. Обратите внимание, 2 копейки, это также перечеканы с, либо с крестовой 5 копеечной монеты, либо из копейки, так называемой облачной. В данном случае, здесь обратите внимание, как раз остаток от облачной копейки в виде крыла парящей птицы. Это 1759 год. Монета 1762 года не имеет разновидностей. Хотя в некоторых каталогах есть указана разновидность, как, допустим, с верхней бандеролью. Но, к сожалению, это не так. А 2 копейки 1762 года идут только с нижней бандеролью. Мало кто знает, что сам проект по удвоению монетной стопы готовился еще в 1760 году графом Шуваловым, суть которого сводилась в ухудшение серебряной и медной монеты. Так вот, многие привыкли считать, что непосредственно сам проект по удвоению монетной стопы и перевод денег по удвоению и номинала фактически сводится непосредственно к императору Третьему. Да, сам этот проект реализовал действительно Петр Третий. Так указом 17 января 1762 года устанавливается новая норма выпуска 32 рубля. А я напомню, что данная монета чеканилась по 16-рублевой монетной стопе. Так вот, этот результат фактически являлся исключительно удвоение старых номиналов. Новые монеты поступали в обращение и ходили наряду с монетами 16-рублевой стопы в течение всего 1762 года, после чего начинается их выкуп и обратная перечеканка. Относительно стоимости монет хочу сказать следующее. Учитывая факт перечекана как Петром Третьим, так и Екатериной II, а я вот здесь, кстати, добавил еще монету периода Екатерины II. Обратите внимание, он фактически отличается прежде всего вензелем, а все остальные элементы, в общем-то, остаются прежними. Это на реверсе. На версии мы видим также Святого Георгия Победоносца на коне, поражающие копьем змея. И нижняя бандероль. Единственное отличие от предыдущего чекана Елизаветы Петровны, это буквенное обозначение монетного двора. На монете Елизаветы Петровны данного элемента мы не видим. Так вот, данных монет, а я акцентирую внимание исключительно на выпуск 1762 года, до наших дней дошло небольшое количество монет. Поэтому и стоимость на эти монеты достаточно высока. Это мы, как правило, видим либо потеряшки, которые были найдены в процессе поиска, ну и, естественно, кладовые монеты. Поэтому стоимость 2 копеек 1762 года напрямую зависит от состояния. Если взять, для примера, мой двухкопеечник, а я еще раз покажу вам его в полном, так сказать, варианте, то цена его будет от 12 долларов и выше. Сегодня я вас познакомил с такой необычной и достаточно нечастой монетой 2 копейки 1762 года. Надеюсь, вам понравился обзор. Поэтому обязательно напишите в комментариях свое мнение относительно данной монеты. Всем спасибо еще раз за просмотр. Поддержите лайком. Ну и, конечно же, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить очередное видео. Всего доброго. До свидания.